В конце 1917 года был сформирован отдельный армянский корпус под командованием генерала Тавмаса Назарбекяна. По решению Армянского национального совета была образована добровольческая дивизия под командованием генерала Андроника. Фронт держали также гайдукские отряды и местные добровольцы. Стабилизацией ситуации и в Западной, и в Восточной Армении руководил Армянский национальный совет в Ереване, во главе с Арамом Манукяном началось формирование национальных вооруженных сил. В Ереване начали собираться офицеры-армяне, служившие в русской армии, генерал Сирикян, полковники Бек Перумян, Залинян. 3 марта 1918 года между Советской Россией и Германией с ее союзниками был подписан Брест-Литовский мир, который имел пагубные последствия для армянского народа. По четвертому пункту мирного договора Россия обязалась вывести войска из занятых ею территорий Западной Армении, а также передать Турции области Карс, Ардаган и Батум. В ознаменовании Брест-Литовского договора турецкие силы начали занимать указанные территории. Армянский корпус отступал с боями, нанося врагу значительные потери. Турки захватили города Ерзинка, Трапезон, Ван, Эрзерум, Баберт и двинулись на Карс. Еще 10 февраля 1918 года в Тифлисе открылся Закавказский Сейм, на котором заседали депутаты Всероссийского учредительного собрания, избранные от Закавказии. Сейм провозгласил себя высшей властью в Закавказии и 1 марта 1918 года начал сепаратные мирные переговоры с Турцией в Трапезоне. От Армянского национального совета в нем участвовали Александр Хатисян и Аванес Каджазнуни. Турецкая сторона заявила, что территории Восточной Анатолии, то есть Западной Армении, являются неотъемлемой частью Турции и потребовала от Закавказского Сейма объявить Закавказии отделенным от России. 9 апреля 1918 года под давлением грузинских и мусульманских делегатов Сейм, вопреки воле делегатов армян, объявил Закавказии отделенным от России. Была образована Закавказская федеративная демократическая республика. Требование турецкой стороны отделить Закавказии от России было дипломатической уловкой для нейтрализации возможного вмешательства России в ход последующих событий. Конечной целью Турции являлся захват всего Закавказья и, в частности, богатых залежей бакинской нефти. Турецкое командование потребовало сдать Карскую крепость, которая могла выдержать длительную осаду. Несмотря на возражения генерала Назарбекяна, глава Закфедерации Чхентели приказал сдать Кар с туркам, лишь бы сохранить в целости грузинские территории. Хотя с мая 1918 года в Батуми шли новые переговоры с Турцией, турецкая армия продолжала наступать и неожиданно захватила Александрополь. Правительство Закавказской Федерации приказало сдать город туркам. Турецкие армии, продолжая наступление, двинулись на Ереван и 20 мая 1918 года захватили Сардарапад, взяв под контроль железную дорогу. Возникла реальная угроза полного физического уничтожения оставшейся части армянского народа. Находясь в тяжелейших условиях, весь армянский народ поднялся на свою защиту. Все слои населения, все политические партии действовали в едином порыве. Ереванский национальный совет под руководством Арама Манукяна проявил огромную выдержку и проделал большую организационную работу. Действующие армянские военные части были реорганизованы и усилены добровольцами. Командование Ереванского корпуса осуществлял генерал Мавсес Силикян. Другой корпус под командованием Дро, Драстамат Канаян, был послан, чтобы выбить противника из Баш-Апарана. Отступившие из Александрополя армянские части защищали путь на Каракелис, современный Ванадзор. 22 мая 1918 года сардарападская группа войск под командованием полковника Даниэля Бекперумяна и при поддержке населения окрестных деревень нанесла туркам тяжелое поражение и выбила их из Сардарапата. Турецкие части в панике отступили к реке Аракс. Эта победа еще больше подняла боевой дух армянских войск и народа. В боях до 26 мая армянские силы устроили окончательный разгром врага. В тяжелых боях 24-29 мая корпус Дро разгромил турецкие силы под Баш-Апараном и отбросил их к Александрополю. Турецкое командование сконцентрировало значительные силы для захвата Каракелиса, откуда открывалась дорога на Тифлис. С 24 по 28 мая 1918 года развернулось упорное сражение под Каракелисом. Мужественно сражались части под командованием полковника Бей Мамиканяна, полковника Горганяна, эскадрон поручика Межден. Враг понес огромные потери. Майскими победами армянский народ показал свою волю к жизни, отстоял свою независимость и разрушил захватнические планы младо-турецкого правительства.